Почти 90 лет никто в Забайкале не знал о судьбе святыни, которая до революции находилась в Читинском Покровском женском монастыре. Совсем недавно старинные вещи, фотографии, иконы и ковчег с девятью святыми частицами передали в современную женскую обитель в честь всех святых, земли русской просиявших. Один человек, который пожелал остаться неизвестным, передал нам в обитель вещи, иконы своей бабушки, которая была насильницей Покровской женской общины. И среди икон был ковчег с вот этими святыми мощами. И сегодня этот человек, который, хотя он и пожелал остаться неизвестным, но он все равно присутствовал в храме, и он не смог даже сдержать слез от радости. Торжественно духовенство Читинской епархии во главе с митрополитом Владимиром встретили святыню у дверей Казанского кафедрального собора. Игумения Ольга передала ковчег, и владыка благословил всех верующих. В храме отслужили молебен святым угодникам Божиим, мощи которых так чудесно были вновь обретены. Игумения Ольга происходит из Греции со святой горы Афон, так как частицы святых мощей подписаны в нем на греческом языке. В святом ковчеге прибывают мощи святого великомучника и святого лимона. Это надпись сделана на славянском языке. Также в этом ковчеге прибывает частица Христа Господня, святые мощи угодников Божьих, таких как святой Игнатий, святой Акадий, святой Косьма, святая ученцы Юлиани и другие святые, преимущественно подвязавшиеся на святой Афонской горе. Для мощевика специально был сделан современный красивый ковчег. И все прихожане в этот торжественный день смогли приложиться к святыне, обратиться к святым покровителям с молитвой о своих нуждах. Для каждого православного человека приложиться к мощам святого – это великий праздник и вообще благодать Божия. Я бы пришла сюда вместе со своими детьми, и это самый радостный, хороший для нас день. Как сообщил митрополит Владимир в проповеди, ковчег пробудет в Кафедральном соборе до 16 августа, а затем направится по приходам Забайкальского края. Студия «Слово» Забайкальской митрополии.